На Чукотке наращиваются темпы вакцинирования населения. В Анадоре заработал уже третий по счету мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Он открылся на базе центра «Мой бизнес». Прививки будут ставить по предварительной записи всем желающим. Время – деньги. Это хорошо знают все предприниматели, поэтому стараются не терять его в очередях за прививкой от коронавируса. В столице Чукотки заработал новый мобильный пункт вакцинации. Теперь на базе регионального центра «Мой бизнес». Медкабинет организовали прямо в переговорной комнате. И вот уже первые предприниматели получают первый компонент «Спутника Ви». В поликлинику, чтобы не идти, сюда мы приехали, целенаправленно сделать и уйти. Потому что рабочий день, нужно быстро это сделать и вернуться. То есть в поликлинике это займет больше времени, чем сюда бы мы приехали. Времени не было, и вот случай подвернулся, я пришел в бизнес-центр, предложили сделать прививку, и я сделал. Изначально планировалось, что этот прививочный пункт будет работать для предпринимателей и их сотрудников. Но обращаться стали и обычные жители Анадыря. В выездном формате врачи готовы принимать здесь всех желающих привиться от COVID-19. А сотрудники центра «Мой бизнес» готовы организовать предварительную запись пациентов. Сейчас на текущий момент у нас 15 человек записалось в первый поток. И мы ведем сбор, то есть можно позвонить, записаться. Когда группа не менее 10 человек у нас набирается, мы передаем эту информацию медикам. Назначается время и, соответственно, можно прийти в удобном месте, в удобное время. Это уже третий мобильный пункт вакцинации в Анадыре. До этого они были организованы в торговом и многофункциональном центрах. Санитарная эпидемиологическая обстановка в России ухудшается. Чукотка в этом плане не является исключением. Однако за счет более высокого процента привитых граждан в округе не планируется вводить жестких ограничений. Темпы вакцинации увеличиваются. Укол защищающий от коронавируса хотят получить все больше северян. Выезжаем мы на любые предприятия, которые нам подают заявки. Вот сегодня у нас Чукот Энерго. Там более 50 человек у нас изъявили желание привиться. Вчера мы ездили к валунистам. 145 человек мы привили. В Билибино у нас в постоянном режиме вылетают на рудник, на Атомку. Они вакцинируют их. Также в Певеке рудники вакцинируются. Ну, где-то процентов 60 они у нас уже привиты. Активно вакцинируются сейчас не только предприниматели, работники различных предприятий и организаций, но и отпускники. Лето для северян – время большой отпускной кампании, когда жители со всех районов округа выезжают за теплом на большую землю. Информация о том, что гостиницы в Крыму и в Краснодарском крае потребуют для заселения соответствующий сертификат, подстегнули темпы вакцинации. Поездка на материк подразумевает под собой наличие сертификата. И чукотский отпуск, он и так непростой, поэтому какие-то подобные препоны, отсутствие сертификата, ну, не хочется, чтобы они влияли на хороший отдых. На сегодняшний день это очень актуально, потому что, ну, когда поедешь в отпуск, это будут спрашивать, и уже он будет на руках, и не нужно будет бегать где-то, суетиться, стоять в очередях. Между тем, в аэропортах Анадре, Билибина и Пивека ввели обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 для прилетающих из-за пределов округа пассажиров. С ними работают сотрудники Чукотской окружной больницы. Раньше экспресс-тестирование проводили только транзитным пассажирам, которые летели дальше, в другие населенные пункты округа. Теперь это касается всех, кто еще не получил вакцину. Сейчас на Чукотке темпы вакцинации самые высокие в стране. План вакцинирования населения выполнен на 75%. Хотя бы один компонент прививки от COVID-19 получило почти 22,5 тысячи человек. У медиков есть необходимый запас препарата. В случае надобности его оперативно подвозят. Чукотка — лидер России по уровню вакцинации. Дело не только в том, что население региона относительно небольшое и живет довольно компактно, а в том, что северяне не привыкли полагаться на русский авось. Если есть возможность как-то подстраховаться, защитить себя от такой опасной болезни, то северянин, сам не дожидаясь каких-либо распоряжений, приказов о безаловке, пойдет и сделает себе прививку. Владимир Сироткин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.